вот я провязала стенки пятки на необходимую мне высоту вот если взять детскую ногу можно даже примерить я провязала 14 рядов последний ряд у меня был изнаночный и сейчас мы будем с вами формировать нашу пятку начинать мы будем с лицевой стороны как ее формировать мы сейчас количество наших петель вдруг двигай хвост мы количество наших петель поделим на три равные части если на равные части не делятся то на середину на одну или две петли больше сколько у вас не делится на вот эти части то есть на середину мы отдаем большую часть петель зачем мы делим нашу пятку на три части сформирую и у нас сейчас будет вот так вот загибаться наши стенки пятки естественно пятка будет состоять из правой стороны центральной стороны это будет уйдет на саму пятку и повернется еще будет левая сторона то есть если посмотреть на этом носке вот у нас с вами прямой полотно пятки мы его формируем таким образом что у нас идет часть нашего плотно уйдет на левую сторону правую сторону и середина это будет уже сформирована вот такая пятка все я думаю тут все понятно у меня здесь было 22 петли на ровное количество у меня не делится поэтому я поделю вот эту сторону на 7 петель включая кромочную все мы ее уже не считаем как кромочную просто нас равное количество петель то есть 22 все забываем про кромочную и так раз два три 4 5 6 7 1 часть я повешу маркер я его вешаю отделим правую сторону центруем теперь наш пятку если мы читаем вот здесь 7 петель то в центре у не останется 8 петель свить поровну не делится но принцип который я всегда придерживаюсь если одна будет петля какая-то лишняя то я ее отдаю на пятку потому что правило пятки они шире чем нужно вот сторона пятки все поделили начинаем вязать первый ряд формирование пятки первую петлю я снимаю вторую провязываю лицевой следующий лицевая смотрим чтобы петли не были перекрещенными провязываю всю правую сторону перекидываю маркер и провязываю все петли пятки кроме последней все поехали вот у меня осталась последняя петля которая относится к пятке я ее просто переснимаю не провязанной видите маркер убираю мне больше не нужен потому что ней так будет понятно и вам тоже сейчас будет понятно я все объясню и это у меня петли получается левой стороны нашей пятки я первую петлю провязываю делаю протяжку петля которая относится к пятке все затянул нить обязательно здесь затягиваем нить чтобы не было отверстие все дальше следующие петли я не трогаю переворачиваю полотно первую петлю я переснимаю нить перед работой пересняла далее провязываю все изнаночные это у нас пятка уже сама вторая петля пятки третья петля пятки четвертая петля пятки 5 то есть получается с каждой стороны у нас будут убавляться петли а в центре сама пятка у нас всегда должно быть 8 петель но моем случае 8 петель маркер мы не повесили вот сюда наш вот этот потому что тут есть уже отверстие у нас сразу видно что вот это это центр а это у нас другая сторона все провязываем я считаю 367 вот смотрите мне осталось 8 петля я ее не буду трогать сниму маркер потому что нужно совместно провязать и петлю которая относится к центру и петлю которая уже идет на другой стороне маркер я уберу чтобы он не не мешался больше мне тоже не нужно потому что будет отверстие все будет видно последнюю петлю которая относится к пятки 8 я ее совместно провязываю с правой стороной петли 1 петля получается правой стороны левой стороны или правой на лицевой все вот по центру у меня осталось перепроверяю 8 петель дальше опять не трогаете петли переворачиваю полотно вот вот она у нас пятка 8 петель видите прям сразу видно потому что тут вот такие вот отверстия в если вы новичок вам неудобно можете пользоваться маркерами дальше первую петлю пятки я снимаю раз считаю перепроверяю себя далее лицевая 2 3 4 5 6 7 и вот у меня остается 8 петля мне нужно сделать убавку вместе вот с этой петлей я переснимаю не провязанной далее первую петлю правой стороны левой стороны провязываю лицевой и делаю протяжку так я сделала убавку и при этом нить сразу подтягиваю чтобы никаких отверстий здесь не было все ведь у меня начала формироваться пятка вот так вот ведь вот так она формируется такой загиб далее поворачиваем полотно первую петлю провязываю то снимаю не провязаны нить перед работой вижу изнаночными и я считаю чтобы у меня всегда в центре был вот как начали мы с 8 петель так всегда и будет 23 убавляется только боковые петли 4 5 6 7 и вот 8 я ее убавлю вот с этой первой петлей боковой стороны вместе провязываю изнаночной все убавил в середине должно быть 8 петель 368 все верно переворачиваю снова вижу первую снимаю петлю далее лицевая считаем 2 3 петли 4 5 6 7 последнюю петлю переснимаю не провязаны первую петлю боковой стороны провязываю лицевой делаю протяжку то есть мы делаем таким образом убавки но при этом формируем так вот наш поворот видите ведь у нас уже пяточку вот так загибается все так мы делаем до тех пор пока мы не сделаем все убавки вот на этих боковин к в середине всегда должно быть одинаковое количество петель моем случае это 8 так мне осталось убавить вот последнюю петлю у меня изнаночный ряд нить перед работой первую петлю переснимаю считаю 1 2 3 4 5 6 7 вот я провязала и вот у меня 8 сейчас я убавлю и у меня будет одна как раз 8 все 367 8 все верно вот я сформировала пяточку и теперь будем сейчас вывязывать клин подъема для этого я провяжу сейчас вот эти петли на пятки и мне нужно будет вынуть петли здесь провяжу перед и выну петли еще здесь и буду же формировать стопу первую петлю переснимаю далее лицевая но все лицевые все продолжаем вязать уже круг наших круг нашего носка последнюю не кромочная она у нас теперь уже лицевая на провязываем так чтобы она у нас вот не перекрестилась было красивой все теперь мы вот тут должны поднять наши петли это будет клин подъема для этого берем крючок без ручки такой гладкий желательно размером меньше чем наша спица у меня это 16 миллиметров а спицу меня три с половиной миллиметра то есть гораздо меньше теперь смотрите что мы делаем вот наши пятка мы вывели нить вот сюда чтобы дальше вязать по кругу но дальше нам вязать нечем петель нет сейчас мы будем вынимать вот показываем совсем близко вот здесь у нас тут кромочный мы с вами вывязывали кромочные здесь такая идет коса и кромочные здесь коса внутри кстати так мы сформировали с вами нашу пятку выглядит вот так все возвращаемся к лину подъема вот у нас с вами кромочные петли пошли вот кромочная петля такая косичка вот у нас вторая кромочная петля косичка следующая кромочная петля косичка вот еще кромочный то есть все наши эти косички от кромочной петли и вот смотрите если мы под кромочных поднимем вот так наш нить у нас будут отверстия вот 2 кромочная видите чуть натянули у нас дырки отсюда мы никогда не вынимаем я всегда вынимаю из-под протяжек то есть вот кромочная вот кромочная если мы поднимем вот так наши петли то мы увидим вот здесь такой маленькое отверстие это протяжка вот с под этой протяжкой я вынимаю нить вот поэтому нам нужен тонкий крючок потому что спицы не всегда можно поддеть а крючок всегда так вот вынули вот у нас даже вот эта протяжка вытянулась далее вот кромочная вот кромочная между ними спряталась далеко ведь вот такая протяжка я завела крючок все вынула когда мы свяжем все вот так затянется никакого отверстия не будет давайте посмотрим вот идти я доставал петли вот и прямо натянула вообще нет никакого отверстия очень близко показываю видите поэтому я рекомендую вытаскивать всегда из-под протяжек возвращаемся к нашему клине подъема начинаем дальше продолжаем вот кромочная вот кромочная между ними прям если вы не видите вот так оттягивайте сильно сильно и сбоку вот так заводите и не ошибетесь крючок об зашел именно туда вот теперь смотрите на расстояние покажу чтобы вы понимали насколько это тонкая такая работа особенно если вы вяжете тонкой нитью вот эту протяжку очень тяжело найти но если вы знаете где она растет откуда она собственно выходит вот кромочный вот кромочный вытянули и она анатомично располагается вот так то есть если вы заводите крючок вот так вы не попадете обязательно надо как бы крючок должен лежать вот так с боку справа налево так об видите он бочком зашел по горизонтали практически немножко с наклоном и сразу попала нужное отверстие все дальше опять вот кромочный вот прям вот посильнее вытянули вот на протяжка это теперь близко покажу вот вытянули тут встречаются две петли пересекаются и вот так заводим третье на как поймала так что то я не так вела потому что очень туго нить пошла еще раз отделю виду вот спокойно зашла зашел крючок все вытянули опять кромочная кромочная опять ищем протяжку никаких отверстий не будет если вытаскивать из-под протяжек когда вы свяжете пару носков вы уже научитесь искать этим протяжки так вот кромочная вот такая у нас уже уже идет не кромочная вот смотрите ведь вот у нас шел узор и у нас плавно ушла лицевая сюда и вот это лицевая которая превратилась в кромочную вот вот у нас получается кромочная и вот она эта петля которая превращается потом в кромочную поэтому протяжек здесь вот она все-таки есть на протяжка вот он видите спряталась о с под этой протяжки мы вынимаем так непонятно что получилось у меня еще разок отодвигая эту петлю которая легла вот и вот у нас это протяжка все явно 6 7 дальше видите у нас все-таки большое еще остается расстояние и далее можно вынуть если мы вынимать отсюда то вы сами понимаете какая будет дыра вот она огромная дыра поэтому последнюю петлю выйду все-таки вот отсюда все вот видите дырки нет теперь считаем сколько у нас мы вынули петель 1 2 3 6 7 8 и я перекидываю сразу на спицу ведь как удобно когда нет ручки я прям с крючка с обратной стороны перекидываю все петли у меня 8 петель значит на другой стороне сейчас мы тут про вяжем по рисунку наш узор значит здесь мы будем вынимать тоже это же количество 8 петель так я поменял уже положение но мы продолжаем вязать вот мы с вами подняли сейчас вам покажу вот мы с вами подняли петли и сейчас будем вязать перед и поднимаете вторую часть на второй стороне петли я дико извиняюсь за кота не могу ничего с этим сделать просто когда я начинаю снимать видео он всегда бежит и лезет в экран это еще повезло что он нам камеру не грызет сегодня он добрый сегодня он просто хочет спать поэтому терпим моего кота и меня весь моим мастер-классом вяжем носки продолжаем и так я приступаю к к к к к моему переду я вывязываю узор это у меня резинка 2 на 2 2 изнаночные 2 лицевые перехлёст у меня пока здесь нет но скоро скоро уже тоже будет тут перехлёст все я провязала первую спицу далее вторая спица затем у нас должна быть третья спица но там нет петь и вот мы сейчас будем вынимать вот здесь петли здесь тоже самое здесь тоже кромочные петли и вынимать мы будем из-под протяжек то есть вот кромочная и вот кромочная а между ними здесь вот протяжка из протяжки будем вынимать вынимать должны ровно то же количество что и на этой стороне и вот смотрите когда мы вынимаем петлю ставите на изнаночной стороне должна быть вот такая косичка получится красивая никак она не будет влиять на ношение носка я вынимала здесь 8 петель значит и здесь буду вынимать 8 петель чтобы не ошибиться можно пересчитать себя перри проверить считать будем начинать вот от этой спицы вот кромочный вот кромочная между ними одна протяжка потом вот кромочный 2 кроме что вот 2 протяжка кромочные кромочные 3 протяжка четвертая протяжка так вот будет 5 протяжка далее вот будь 6 протяжка вот будь 7 протяжка и последнюю мы вынимаем к также как там вот вот из-под этих петель вы ну отсюда и сейчас вы ну еще из-под протяжки 1 и посмотрим что будет все равно вот ведь вытягивается видите здесь отверстие мне это очень не нравится поэтому я вы ну давайте вот прям вот немножечко ее подвину так или вот можно вынуть на петлю на ряд ниже а вот наверно так и сделаю на ряд ниже далее вот кромочная вот кромочная между ними у нас протяжка вынимаем опять вот кромочная протяжка вам уже наверно плохо видно но принципе я думаю что вы поняли вот кромочная вот она протяжка при об сама не вижу чу делаю 44 4 5 то есть лезть далее вот 6 и последняя вот у нас после не протяжку моем случае то 8 все то есть вот этот и спицы отсчитываем наши протяжки смотрим где будет 8 или предположим если у вас 12 вам надо вы вынуть петель ищем где 12 и начинаем вытаскивать то есть мы все просчитываем заранее перед тем как вынуть и должно выйти то количество которым мы с вами вынимали кота из тыкова вынимали вот здесь и вот здесь у нас тоже должна образовываться вот такая красивая косичка все мы провязали теперь я перекидываю на спицу наши петли кот кот не мешает озорник и уходить не хочет проткну спицами очень любит у меня сниматься на камеру так все теперь смотрите что мы делаем нам нужно с вами перейти на вязание на 4 спиц вот у нас 1 1 спица вот она у меня с маркером 2 спица и тут получается 3 4 5 спицы и вот эту пятку она же у нас теперь относится к стопе и вот эти две боковые тоже мы все считаем стопу вот на нас стопа и вот эту пятку мы делим наше количество петель ровно на 2 у меня это 8 петель я делю пополам значит 4 петли у меня пойдут на эту спицу и вот эти четыре петли пойдут вот на эту последнюю спицу от на 4 и потом я снова буду вязать пятью спицами 4 основных и 1 ведущая провязываем лицевую первой таким способом чтобы она у нас вы тут не перекрестилась при этом нить подтягиваем чтобы не было вот здесь отверстие 1 2 3 4 все вот эти четыре спицы у меня пойдут вот сюда ну как у меня но так как больше спицу меня нет я сейчас провяжу и потом перекинует спицу потому что все пять спиц у меня в работе раз два три четыре все назад перекидываю 3 4 вот все и вот теперь мы будем с вами делать сейчас убавки сейчас я вам все объясню у нас на перед идет в общей сложности 18 петель то есть по 9 петель на спице давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 вот 1 не хватает потому что она у нас вот здесь все 9 теперь тут должно быть тоже 9 369 все на этой спице 9 на 1 на 2 тоже 9 и соответственно вот на этих спицах которые отвечают у нас за стоп тоже должно быть по 9 петель но мы же подняли с вами 8 и плюс еще 4 от пятки перепал значит 3 петли лишние вот мы сейчас с вами будем убавлять эти петли вот у нас первая петля где мы набирали петлю с нее и начнем убавку я провязала 4 петли пятки и дальше вот у нас подъемные петли провязываем таким образом чтобы у нас петля не перекрестилась в моем случае это лицевая за заднюю стенку то есть видите никакого креста внизу нет так вот у меня осталось на спице последние две петли и мне нужно сделать убавку я буду делать убавку с помощью протяжки то есть первую петлю переснимаю непровязанной вторую петлю вот эту провязываю лицевой и делаю протяжку с предыдущей петли вот так пересняла нить сразу затянула все я сделала убавку у меня осталось на спице 11 петель все мне осталось сделать еще две убавки здесь далее я перехожу на наш узор я провязываю последнюю последний ряд узора без перехлёста и вот в следующем ряду у меня вроде как перехлёст должен быть я вот тут не считала но визуально выглядит как будто меня перехлёст ну вы считайте посчитайте мне можно уже не считать а вы считаете потому что я сейчас так что до следующему не быть перехлёст раз два три раз два три до в следующем ряду мне быть перехлёст если вы не знаете как считать посчитать сколько рядов и провязали высоту сколько петель провязали в ширину у меня есть отдельное видео на канале ссылку оставлю вам под этим видео так что учитесь вяжите считайте ничего не распускайте учитесь пересчитывать вот я приблизилась к той спицы где нужно сделать убавку здесь убавку делать очень просто мы просто меняем положение петель чтобы провязать за переднюю стенку при этом петли чтобы не скрестились я поменял положение здесь бомбал вина и провязываю за переднюю стенку вот так все далее все лицевые нить очень туго подтягиваем иначе вот где у нас стык спиц у нас вот здесь будет отверстие все довязываем эту спицу до конца и вот те петли которые относились к пятке они у меня совсем по-другому повернут и поэтому я их провязываю за переднюю стенку так что следим за петлями чтобы они у вас не перекрещивались все провязали следующие спицы здесь у нас убавка будет в конце то есть у нас убавки только на стыке перед передней частью нас к здесь это в конце спицы а здесь получается у нас стык с передом вот здесь в начале вот этой спицы нити все подтягиваем около стыков наших спиц так вот у меня остались две петли первую я переснимаю не провязанной вот последние а это не провязаны далее последняя петля провязываем лицевой и делаем протяжку все нить подтянули все на спицу нас осталось 10 петель осталось еще один раз здесь убавить и все далее у меня идет узор здесь у нас у на у меня уже идет перехлёст я меняю положение петель провязываю сначала не забываем за заднюю стенку лицевой вторую петлю потом первую петлю все это сбрасываем и все начинаем дальше вязать изнаночные петли снова опять меняю положение лицевых чтобы они смотрели вправо дальше провязываю лицо я сначала вторую петлю затем первую сбросила все вяжем так и вторую спицу последние 2 изнаночные и все у нас узор по переду готов дали у меня идут опять убавки на этой спице здесь мы провязываем две петли вместе за переднюю стенку вот так провязываем вот у нас убавка далее все петли лицевые не забываем подтягивать нить вот здесь на стыке наших спиц вяжем так до конца нашей спицы 2 спица и здесь мы делаем последнюю убавку потому что у нас тут был 10 петель и так вяжем 1 подтягиваем нить на стыке наших спиц 1 2 3 4 5 6 7 8 и вот у нас как раз получается сейчас будет убавка переснимаю петлю не провязаны далее следующую провязываю барсик барсик нельзя так делаю протяжку вам постараюсь быстро показать иначе мне сейчас код тут все второй код разбомбит все на свете все я сделал убавку у меня на этой спице осталось 369 петель все так как должно больше мы здесь убавки делать не будем далее я провязываю петлю узора я думаю вы самостоятельно что такое на меня напали коты дальше у меня идет обычно резинка 2 на 2 2 изнаночные 2 лицевые вот я провязала узор и у меня осталось последней спицы и здесь мне нужно сделать всего последнюю убавку чтобы выйти на 9 петель я провязываю 2 1 петли за переднюю стенку не туго подтягиваем чтобы не было вот здесь отверстий 1 петля у меня получилось на спице 2 3 4 5 6 7 8 так и вот 9 у меня тут перепуталась и 9 все я вышла на ровное количество петель на каждой спице то есть на 1 спице у меня 9 петель здесь 9 9 и 9 все больше никакие убавки мы с вами не делаем то есть вот что у меня получается далее мы с вами без прибавку убавок вяжем носок вот эти две спицы мы так и вяжем с вами продолжаем лицевые а вот эти две спицы это у нас верхняя часть мы вывязываем узор сложного здесь ничего не дали вы свяжете самостоятельно докуда это называется стопа вот на готовом носке мы находимся с вами сейчас вот здесь вот мы с вами вывязали вот этот клип подъема и сейчас у нас с вами начинается вот эта часть стопа и вот эту стопу вяжем на нужную нам длину какую длину связать я обычно меряю следующим способом довязываем до пальцев ног вот где они начинаются все значит стопа наша готова и вот этот мысок как раз мы будем делать убавки и вот этот мысок это и есть длина наших пальцев довязываем стопу до там где начинаются пальцы и потом мы с вами встретимся чтобы связать мысок все на этом у меня пока все коты у меня начинают хулиганить вяжем самостоятельно я пошла разбираться с котами